друзья всем привет и с вами я ваш доктор доктор шилов автор проекта доктор шилов точка ком и проекта корректура точка ру и сегодня я отвечу на один из частых вопросов а вопрос этот действительно частые особенно для новичков и звучит он так где лучше бегать вот просто вообще где нам везде лучше бегать и да где у вас вообще возможность есть на самом деле факторов для оценки довольно много но в этом материале я рассмотрю только один фактор это твердость поверхности твердость того покрытия по которому вы планируете бегать дело в том что бег бегу рознь существуют разные техники бега понимаете и разные манеры в зависимости от того какая именно преследуется цель ну и какие ставятся задачи вот от этого и будем отталкиваться для абсолютного большинства новичков существует две цели основные которые вот ради которых они все и затевают первое первое это снижение веса и жиросжигания второе это тренировка сердечной мышцы и как следствие выносливости вот это то с чего все и начинается для таких задач как для первой так и для второй годится продолжительный бег от 30 минут и более в умеренном или даже низком темпе ну или интервальный бег но но что важно без форсирования нагрузки без закисления это отдельная тема просто без форсированной нагрузки продолжительностью тоже около 30 минут вернее скажем так от 30 минут и более почему 30 минут об этом вы посмотрите в других моих видео можете набрать сколько времени нужно бегать для первого варианта годится любое покрытие место это когда ровный продолжительный бег можно бегать по пересеченной местности в парке в лесу можно бегать по каким-то дорожкам вдоль обочины и так далее по стадиону разумеется это самый вот такое базовое да по манежу но знаете если вы планируете бегать везде ты кроссовки должны быть для этого соответствующие для кроссового бега то есть это хорошие мощные такие кроссовки если вы предпочитаете интервальный бег с ускорениями то стадион это лучшее решение ну еще более лучшее решение это легкоатлетический манеж но это вообще отдельная тема это ехать надо куда-то специально стадион проще найти так вот так как для бега в темпе выше среднего лучше подходит ровное и плотное покрытие главное тут ровное ну и плотное это важно и здесь кроссовки должны быть соответствующие они немножко другие не такие как для для бега по пересеченной местности здесь могут и шиповки подойти вообще выбор обуви для бега это довольно важно этот выбор определяется не только покрытием но еще и техникой бега так если вы бежите с пятки то при любом раскладе лучше бегать по относительно мягкому покрытию в специальных кроссовках с таким мощным пяточным амортизатором который должен все в себя и поглощать выступать таким демпфером в противном случае будет излишняя ударная нагрузка на суставы и прежде всего на коленные при вставлении пятки в опору в землю потому что с каждым скачком а именно так это и и и бывает две ноги в воздухе вы совершаете свои прыжок и приземляйтесь на одну ногу причем ударно на пятку если через пятку бежите так то выглядит и в этом плане более выигрышный вариант эта техника бега с носка вот лично я так и бегаю при правильном беге с носка или на носках можно бегать по самому твердому покрытию сколь угодно долго хоть босиком амортизация достигается здесь за счет работы голеностопного сустава за счет его пружинящих свойств правда он испытывает большую нагрузку на связочный аппарат на сумочный связочный аппарат по сути при такой технике бега обувь нужна лишь для того чтобы не стереть кожу на ступнях вот общем и все кстати сказать вот на вот этом вот фото я в кроссовках вибром five fingers которые как раз только подошву и защищают про эту обувь я уже писал отчеты если вам интересно я ссылку оставлю в описании под этим видео можете почитать это не реклама это просто мой отчет о том как я использовал эту обувь и как она мне нравится вот прям реально нравится я даже сам слоган придумал для этой темы бегать как босиком только лучше и вообще как босиком только лучше ну вот теперь вы со знанием дела можете подобрать себе обувь на сезон а когда вы станете не новичком а матерым бегуном то там уже определяясь от тех целей которые у вас есть от манеры бега и возможностей бегать в каких-то определенных местах вы сможете самостоятельно подобрать себе обувь и определиться где и как вам бегать руководство с теми мотивами фактами выкладками которые для вас наиболее значимы надеюсь что я вам чем-то помог но в любом случае рекомендую вам и другие материалы посмотреть от профессиональных бегунов это лишним тоже не будет но с чего тоже надо начинать обязательно подписывайтесь на мой канал смотрите другие видео оставляйте свои комментарии и жмите на колокольчик чтобы не пропустить другие видео и что важно задавайте вопросы и пишите на какие темы вы хотели чтобы я еще снял видео до встречи всем пока с вами был ваш доктор шилов